Я рада вас приветствовать. Я пару слов рассказала о вас и еще раз повторю. У нас сегодня в гостях замечательный человек, ученый, психофизиолог, психиатр, кандидат медицинских наук, творческий человек, художник Хасам Гамедович Алиев. Я счастлива вас приветствовать. Самое главное, автор метода ключ, того самого метода, о котором я очень часто говорю, использую его постоянно и в своей работе. И рассказываю об этом детям и друзьям. Того самого метода, который позволяет дать человеку быстрый доступ к своему состоянию. И первый, самый важный вопрос, я хотела бы вам задать, и мечтала его задать. В чем секрет вот этой синхрогимнастики? Почему это настолько просто? Потому что все вот эти упражнения, вами описанные, они невероятно просты в исполнении, в выполнении. То есть это может сделать каждый человек. В чем секрет такой эффективности? В самом названии содержится слово синхро. Синхрогимнастика. Это значит, мы берем из любой физкультуры действия, которые синхронны нашему текущему состоянию в моменте. Одному подходят действия, когда он волейбольный мяч толкает, другому, когда он фехтует, третьему, когда он боксирует, четвертому, когда он плавает. Перебирая разные действия, он подбирает то, которое ему подходит. В этот момент, в соответствии с его состоянием. У человека может быть разное состояние. У него может быть состояние раздраженное, агрессивное, или наоборот, улыбчивое, вдохновленное. И в разных состояниях ему могут соответствовать разные эти действия. И вот перебирая разные действия, человек попадает на то действие, которое соответствует его состоянию в данный момент. И это соответствие сразу снимает конфликт между его состоянием и действиями. А раз конфликта нет, напряжение лишнее ушло, и стресс ушел. Поэтому сразу можно выйти из стресса. То есть вам не надо долго учиться чему-то и так далее. А надо просто знать принцип подбора путем перебора по критерию максимальной комфортности. Потому что то, что вам соответствует, вам легко и просто, комфортно. Значит, надо перебирать действия по критерию максимальной комфортности. Его человек часто путается, он думает, а что мне комфортно? Он не знает, потому что он же не в курсе. Первый раз в жизни ему предлагают, делай то же тебе приятно. А он говорит, а что это такое? Причем тут гимнастика, и мне приятно, и тут метод ключ. И у него не сладится в голове, потому что это на самом деле, мне бы так сказали 30-40 лет назад, когда я начинал развивать этот метод. Сделай то, что тебе приятно, и это будет правильно. Я бы тоже не понял. Потому что надо быть в теме, о чем речь идет. Чистос просто, да. Ну да, потому что нас не учили делать то, что приятно, нас учили делать то, что надо. Да. Поэтому мы обучались по принципу повторения мать учения. Повторяй, пока у тебя получится. Тем самым ты развивал настойчивость, волю, характер. И это правильно для жизни. Но когда тебе надо быстро восстановиться или поменять свое состояние, научиться управлять своим состоянием, там другая уже школа. Там школа наша, человек будущего, хомофутурс, где мы даем новые принципы. И принцип обучения на основе повторения, как раньше всегда было, это отличный принцип. А дополнительный, дополнительный новый принцип. Принцип подбора путем перебора. По критерию максимального соответствия, о чем я сказал. И вот когда человек, допустим, по 10-15 секунд примеряет себе, как платье в магазине, одно упражнение, другое упражнение, третье упражнение, четвертое, и вдруг выходит на то упражнение, которое ему хочется продолжать, потому что оно для него легко и приятно, то сам процесс перебора, оказывается, развивает у него не настойчивость только, не силу воли и характер для жизни, а креативность мышления. То есть он научается мыслить и находить пути для решения различных своих волнующих вопросов. Вы позволите, я проиллюстрирую. Да, давай. Именно используя вот этот метод перебора и подбора, я нашла для себя свое собственное упражнение из метода ключ, которое мне всегда помогает снизить уровень тревожности. Всегда. Я сейчас его продемонстрирую, чтобы зрители, которые потом в записи будут смотреть, чтобы поняли, что это такое. Это мое любимое упражнение из этого метода. Шафтай-балтай, да. Шафтай-балтай, да. Я его делаю практически каждый раз перед тем, как провести консультацию с своими клиентами. Оно зажимы снимает, снимает блоки ума и помогает настроиться, к будущей ситуации, да. Да, то есть я становлюсь максимально эффективной для людей, которые ко мне приходят. И это упражнение я тоже для себя приняла не сразу. То есть я сначала пробовала. Очень многие, которые вы описываете, они все замечательные, и все легкие, их очень легко делать, но именно Шафтай-балтай подошел именно мне. И каждый человек способен из вашего метода что-то себе вот именно такое, которое подойдет именно ему найти. Да, может кому-то рыжник подойдет. Вот так бросать руки вниз и пятки поднимать. А другому подойдет руки вверх бросать, пятки поднимать. А третьему, может, подойдет бой стеню. Вот у него напряжение, агрессивное состояние, ему хочется выругаться, бросить стакана в стенку. А это как раз таки и надо сделать. Только моделировать. Не стаканом бросаться и не ругаться, а промоделировать. То есть это сделать или быстро в уме, или это сделать с помощью движения, но не делать на публике, а это домашнее занятие. Потому что дома, когда мы делаем то, что организм просит, несколько раз мы сделаем это осознанно, как упражнение. Например, хочется взорваться, хочется что-то сказать, хочется что-то такое. Вот давайте этот человек попробует дома у себя, когда никому это не мешает, закроет дверь, чтобы не подумали, что он чокнутый. И будет несколько раз специально имитировать, как артист, как игру, как ребенок, что он взрывается. Несколько раз будет делать вот эти действия, которые ему хочется сделать. И он заметит, что, во-первых, у него агрессивность снижается, раз. Во-вторых, потом он на публике, когда раньше ему хотелось взорваться, допустим, он уже не так взорвается. Он уже лучше управляет своим состоянием. То есть у него идет тренировка. Я могу интересную вещь сказать. Я недавно только это сформулировал. Дело в том, что стресс вместе с неприятными событиями для нас, напряжением, неприятным состоянием, когда мы теряем контроль над ситуацией, над собой, вместе с этим выдает в организме и подсказки, как его снять. Но мы об этом раньше не знали. Например, вместе со стрессом выскакивает, например, нервная дрожь или выскакивает желание потрястись там. Это подсказка, что надо сделать, чтобы снять этот стресс. А мы не знали об этом и блокировали это. Например, у девушки на экзамене нервная дрожь, и она пытается усилием воли это погасить. А ей надо дома, а ей надо дома, до экзамена, превентивно, профилактически, представляя себе будущий экзамен, когда ее начинает колотить, потрястись, как организм просил, потому что это нервная дрожь, это по существу на высоких частотах, вот эта тряска. Потрястись надо. Если она несколько вечеров, по пять минут, представляя себе экзамен, который ее ждет, волнуюсь при этом, чувствуя нервную дрожь, потрясется, во-первых, у нее быстро пропадет эта нервная дрожь, во-вторых, когда она на экзамене, если будет волноваться еще немножко, вспомнит, как она это делала дома, и у нее сразу появится точка опоры, то есть она будет уверена с этой тряски. А таких подсказок организма очень много. Зевота, потом подергивание, нервные тихие, зевота, слезы, потом, ну много-много, там целый перечень, я их вычислил, и когда я предлагаю человеку пройтись по этому перечню, попробовать по 10-15 секунд каждое из этих действий, например, зевоту, или, например, потрястись, или, например, попрыгать, или, например, поплакать, специально поплакать. Девочки любят плакать, когда им плохо. А если специально поплакать несколько раз, им реже и реже будет плохо, а чаще и чаще будет хорошо. Да, вот такая потребность, которая блокируется, она будет удовлетворена наконец-то. То есть принцип какой? То, что вы раньше делали неосознанно, неосознанно, любое действие, которое раньше делали неосознанно, если теперь сделать осознанно, как упражнение, то получается обучение, управлению своим состоянием и организмом. Вот так. Класс, класс. Это очень ценно, большое спасибо. Пожалуйста. Сейчас многое стало понятно. Последний вопрос, завершая наш эфир, нашу встречу сегодня. Хотелось бы вас спросить. Я живу в Калужской области, в Тарусе. Это город, который дает вдохновение многим творческим людям. Но что делать, Касай Магомедович, если вот творческий человек, вот творческая единица вдруг упустила свою мужу, потеряла вдохновение? Есть ли какой-то способ через тело открыть в себе опять вот этот поток? Да, конечно. Или надо сидеть и ждать? Конечно, конечно. Дело в том, дело в том, что когда человек попадает ну в творческую депрессию, выходит из состояния такого вдохновения, а ему надо, а ему надо, допустим. Да. Мы обучаем человека использовать энергию стресса, энергию страха. Ну, например, его захватил страх неожиданно, по погоду, любому погоду. Вот он потерял равновесие, ему страшно стало. Неважно, по какому погоду. В этот момент, если он вспомнит, какие его ждут задачи, например, там, где требуется вдохновение, ну, допустим, мне хочется картину дорисовать, а я два дня не могу, потому что настроения нет. Ну, к примеру. И вот у меня схватил страх. Я в этот момент обязательно должен вспомнить, что после этого у меня картина будет легко рисоваться именно так, как нужно. Я сделаю шедевр. И что получается? В этот момент энергия страха перетекает по адресу на решение моего вопроса. Как в Айкидо перекидывается. Там мозги так работают, нейросети. И поэтому буквально через 5-6 минут, после того, как я испытал этот страх, ну, вспомнил, что меня ждёт и что я хочу сделать, вот это надо соединить. Страх с памятью, что надо вспомнить свои задачи. А для этого у нас есть узелки на память. Это мы, когда нам страшно, сразу берём пальчики, все 10 пальчиков сильно нажимаем, чтобы было 10 маленьких болей. И вот нам страшно. Это одна доминанта, а ещё 10 импульсов. Уже вторая доминанта. И мозг начинает распределять энергию уже не на одну только доминанту, не только на страх, а уже на две доминанты. И напряжение той доминанта уменьшается, и человек выходит из страха. И сразу у него появляется желание и вдохновение. По адресу, куда он энергию перекинул, ту задачу и решать. Ну, это один из вариантов. У нас там много вариантов, несколько вариантов, которые мы можем в следующий раз как-нибудь обсудить. Вообще, пускай подписываются в наш канал Ютуба и в наш телеграмм, и там мы все время даем ролики. У нас там есть школа «Человек будущего Homo Futurus», где люди из многих-многих стран мира, мы вместе создаем науку человечности. Да. Спасибо огромное. Я очень рада нашей встрече. за терпение. А вы теперь, поскольку меня пригласили, будете почетным участником нашей школы. Спасибо. Я счастлива. Ну, потому что это называется сотрудничество. Конечно, видите, вы задали такой вопрос, который мне позволил объяснить тому, кто этого не знал, о том, что есть такой ресурс, потенциал такой, когда он может даже страхи превращать в свои достижения, использовать потенциал. Спасибо вам большое. И вам спасибо и с наступающим. Спасибо с наступающим. Здоровья вам и счастья. Спасибо большое. Здоровья вам и счастья. Всего доброго. Да, и всем, друзья, которые нас будут смотреть или смотрели,